Троих граждан Украины, раненых при захвате кораблей в Керченском проливе, выписали из больницы в Керчи. Таким образом, под арест помещены все 24 человека, находившиеся на украинских боевых катерах и буксире. Всем морякам избрали меру пресечения содержания в следственном изоляторе. Это 24 человека. В отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ. Это незаконное пересечение границы Российской Федерации. На данном этапе сейчас защита готовит апелляции для того, чтобы обжаловать решение Киевского районного суда об избрании меры пресечения. Задержанных защищают адвокаты, которые ранее участвовали в политических судебных процессах в Крыму над украинскими и крымско-татарскими активистами. В таких условиях мы уже работаем 5 лет с 2014 года. Для нас не является это что-то новым, так как у нас появилось огромное количество политически мотивированных дел таких. Это связано и с Хизбут Тахрир, и с другими исламскими группами, также с украинскими активистами. Поэтому это очередное дело, за которое мы взялись по просьбе родственников. Пока что у родственников нет почти никаких возможностей связаться с задержанными моряками. Конечно же, встречу сейчас организовать очень тяжело. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом родственники могут встретиться только лишь с разрешения следователя, который ведет данное дело. Единственное, я знаю, что мой подзащитный после задержания ему дали буквально 2-3 слова сказать отцу. Я ему позвонил отцу и сказал, что с ним все хорошо. Других контактов с родственников не было. И лишь какие-то там моменты могут передавать только адвокаты. Капитан боксира Яны Капу Олег Мельничук в беседе с адвокатом подтвердил свою версию произошедшего. Он объяснил, что они действительно подошли к какой-то точке, где им обещали, что дадут лоцмана, российская сторона обещала, и что они смогут спокойно проехать через Керченский пролив и попасть в город Мариуполь. Шли они из города Одессы, прождав там около 7 часов и поняв последствия, что их не пропустят и лоцмана им не дадут, они получили приказ возвращаться в Одессу. И развернувшись, уже проехав определенные расстояния, за ними началась погоня со всеми уже вытекающими последствиями и тараном, и захватом суден. Очень жесткое было задержание. Он считает себя полностью невиновным, поэтому готов доказывать это и отстаивать свою невиновность, и понимает, что просто по стечению обстоятельств они оказались в такой ситуации. Представители защиты украинских моряков не сомневаются в политических мотивах этого дела. Не просто человек, либо какой-то корабль нарушил территориальные воды якобы Российской Федерации, а это именно какой-то идет политический процесс, в который попали эти моряки. Для чего это сделано и с какой целью? Ну, конечно, я думаю, мы это узнаем попозже. Ребята находятся в более-менее нормальном состоянии. Вчера в здании ФСБ я видел, что их осматривали врачи, составляли какие-то медицинские карты. Защита будет обжаловать решение суда об избрании меры пресечения. Возможно, также будет обжаловано постановление о возбуждении уголовного дела. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.